Заложниками неоднозначной ситуации стали жители дома номер 44 по улице Спартака. Мы уже рассказывали в предыдущих сюжетах о том, что жизнь в собственных квартирах превратилась в борьбу за выживание. Дом, который является архитектурным наследием, буквально рассыпается по кускам. Из-за этого внутри здания образовался целый ряд коммунальных проблем. Собственники тем временем винят управляющую компанию в бездействие. А наш телеканал взялся выяснить, почему так сложно провести ремонт в старинном здании и кто должен этим заниматься. Три года дом 44 по улице Спартака оставался безнадзорным. Коммунальными вопросами занимались сами жильцы по мере необходимости. Но такая форма управления по жилищному кодексу не имеет места быть. То, что в январе этого года здание было передано под ведомство УК «Солнечный город» стало неожиданностью для жильцов. И чем дальше, тем сильнее росло недовольство. Платежки приходят все тут граждане, но ничего не делается. Лампочки принесли. За весь год управления вот такие лампочки на этаж принесли. Четыре штуки. Я говорю, нам нужны длинные, освещенные. Ну вот пока пришли с метлами подметать. Больше пока никаких движений не было. Об атмосфере в 44-й казарме мы рассказывали в прошлом материале. Комфортно себя чувствуют в этом здании лишь черная плесень и сырость. Причина всех невзгод, как считают жильцы, дрявый фасад и текущая крыша. Я исправно плачу, но никто ничего не делает. Конечно, обидно. Содержание дома 263 рубля в месяц. У меня площадь очень маленькая, поэтому... Хотелось бы какое-то движение, чтобы компания начала рабочий. Но они все равно. Они в студии даже в Руссоне собрание с нами проводили. Граждане жалуются. Договоров с ними УК не заключала. Собрание не проводила. Так на каком основании требуют тогда оплату? Более того, почти половина собственников, как выяснил, злостные неплательщики. Что стало поводом для судебных тяжб. Зато те, кто платят исправно, требуют разъяснений. Капитальный ремонт мы же оплачиваем не один год. У нас графа есть. И проплачиваем. Только куда они деньги уходят? Директор УК Елена Александрова в интервью нашему телеканалу рассказала, что право на управление домом организация получила по итогам госторгов. Тарифы за услуги, как и сама смета необходимых работ, уже изначально были прописаны в конкурсной документации. Со слов руководства, никаких претензий и возражений не поступало. Хотя о том, что за их дом борется УК, жильцов предупреждали объявление в подъезде. Собственники на протяжении многих лет могли, я еще раз повторюсь, провести общее собрание или пригласить любую управляющую компанию на управление этим домом, или создать ТСЖ, или перейти на самоуправление. Собственники на протяжении многих лет этим правом не воспользовались. Хочется, чтобы собственники, помимо того, что жаловались, просто тоже проявили бы инициативу, но инициативу в действиях. Например, провели общее собрание. Мы готовы оказать помощь в подготовке документов. Прошлый визит жильцов управляющей компанией в сопровождении нашей съемочной группы не увенчался успехом. Резюмировать ситуацию тогда отказались. Спустя неделю УК расставило все точки над «и». Мы со своей стороны неоднократно предлагали помощь собственникам по именно оформлению комплекта документов. По 44-му дому на сегодняшний день никто не обращался. Обращался соседний дом 45-й, корпус 1. Мы со своей стороны совместно с территориальным управлением Росимущества подготовили всю необходимую документацию. Елена Васильевна признается, что готова помочь жильцам дома 44, оказать в том числе и правовую поддержку. Но те сами не идут на диалог. Не, на договор мы не будем заключать. Нам не нужна эта компания. Наоборот, мы хотим отказаться от нее. А почему они занялись после того, когда мы начали сами уже бить во все двери? Где они были до этого? Они нам теперь не нужны. Лампочки мы эти сами поменяем. Независимая юрист Ирина Зубкова подтвердила, от инициативы граждан многое зависит. Залатать крышу или фасад – дело серьезное, и финансирует это фонд капитального ремонта. Но и здесь без труда не вытянешь рыбку из пруда. Нужно собирать все бумаги и, как говорится, забрасывать удочки. Жители вправе собраться общим собранием, определить необходимость проведения капитального ремонта, определить компанию, которая это делает, подписать этот протокол и подать заявку в фонд капитального ремонта совместно с управляющей компанией на выделение денег для проведения тех или иных работ. Фонд капитального ремонта проверяет смету, если все нормально, заключается договор у фонда вместе с подрядной организацией, проводятся эти работы. То есть первое, к чему нужно идти, это вообще инициативная группа. И юристы руководства УК сошлись во мнении. Главный ключ к решению проблемы в данной ситуации – это активность самих граждан. Работа предстоит большая. Сложности с капитальным ремонтом возникнут из-за того, что казарма является архитектурным наследием. Соответственно, времени и сил, чтобы начать работу, придется приложить больше. Необходимы дополнительные работы и расходы, например, обследование здания. Строимость реала придется подбирать так, чтобы не исказить исторический облик. Тем не менее, и даже в этом случае все возможно. Ведь дорогу оселит идущий. Продолжение следует...